Добрый день, дорогие зрители! Мне подружка пристала из ТикТок вот такой кувшин. Как его сделать? Очень просто. Я вчера делала пробный, увидела свои погрешности, ошибки. И теперь я хочу сделать другой. И решила поделиться с вами этой идеей. Идея простая. Нужен картон и вот эти вот палочки от мороженого. Емкость из-под мороженого выглядит вот так. Я покупаю всегда карамельное мороженое соленое в Лидл. И здесь хорошая крышка. Можно использовать эту банку. Видите? Но она такая... На мой вид немножко слабоватая. Поэтому я беру вот такой стаканчик из-под картофельного пюре. Итак, этот стаканчик немножко выше, но крышка подходит. Видите? Далее мне понадобится вот такие вот палочки от мороженого, чтобы они доходили примерно до сюда. Если длинные, то можно их снизу обрезать и работать с такими. Ещё у меня осталась краска цвета морской волны. Добавлю сюда белый и буду красить будущий кувшин. Это акриловая краска на водной основе. Крашу любой акриловой краской на водной основе. Далее. Кусочек ватмана. Ну, это большой. Наверное, вот сделаем как цитрадный лист. Я его сверну. Такой дарили мне ватман цветной. Из розовой стороны я сделала тот кувшин. Краска хорошо закрашивает. А зелёной стороны сегодня я сделаю другой. Итак, обрезаю. Вот такой кусочек цитрадный лист нам хватит. Далее. Из другого кусочка мне нужно выкроить полоску. Во всю длину у меня получается 24 сантиметра. Это вот эта длина листа. И шириной 4,5 сантиметра. Или 4. Для того, чтобы сделать ручку. Я сделаю 4,5 сантиметра и отрежу. Так, полоска 4,5 сантиметра. Сгибаем пополам. Не обращайте внимания, у меня ещё руки в краске. Я сейчас всё утро что-то красила, перекрашивала. Вы потом увидите в следующих видео. А сейчас делаю сгиб пополам. Далее. Вот эти две стороны я теперь сгибаю ровненько, аккуратненько к центру. Эту и ту тоже сюда. Получится вот так. Это будет наша ручка. Можно взять 4 сантиметра, как я сказала. Кто хочет широкую, значит 4,5. Так, я решила измерить стакан. Сколько же он? Он у нас так 12,5. То, что здесь у меня не с нуля начинается. 12,5 высота и диаметр крышки 9,5. Так, нагреваем пистолет с горячим клеем. А в это время я беру нож и вырезаю дно. Будьте осторожны, не порежьтесь. Очень медленно и аккуратно нужно это сделать. Получается сквозная дырка. Будем приклеивать вот сюда. Буду промазывать дно крышки, чтобы этот край у нас приклеился. Не край крышки, а именно вот эта сторона. Для этого я проливаю хорошо здесь дно по краю. Вот так, образом. Кто работает с пистолетом, будьте осторожны, не обожгите руки. И туда вклеиваю уже вот так вот этот стакан. Получается вот так здесь у нас щель. Теперь я приклеиваю одну сторону будущей ручки и другую. Можете работать с резиновым клеемом, можно здесь промазать в принципе по центру, чтобы руки не обжигать. и быстренько прижимаю. И также другую сторону. Старайтесь не сильно у центра промазывать клеем, потому что он выйдет через щель, поэтому чуть подальше. Так, теперь смотрите, так как у нас заготовка это грубая, нам нужно придать ей полукруглую форму таким образом небольшими шажками мы придаем такую форму. Теперь нам нужно сверху сделать носик, фигурный конус такой. Для этого я сворачиваю так, у меня тут обрезанная, давайте этой стороной вовнутрь, сворачиваю конус вот так, здесь придерживаю, вставляю вовнутрь и отпускаю, смотрю, чтобы получился такой конус. Теперь вот конус получился, он расклешенный должен быть, вытаскиваю и приклеиваю этот край. Приклеиваю этот край снизу и сверху. Так, здесь аккуратненько ничего не измажьте, не испачкайте, потому что вы видели, что я нечаянно испачкала, смотрится это неаккуратно. Поэтому очень аккуратно работаем и приклеиваем. Теперь, так как я буду вставлять цветы, этот угол лишний мне не нужен. Опять примеряю и обрезаю примерно вот так от края оставляя 4 см. Обрезаю лишнее на этом конусе. Далее, здесь у нас шов. Этот шов я разворачиваю здесь тоже шов, видите? Ставим вот так шов, чтобы был здесь, здесь будет ручка. Далее у нас конус, видите, шов. Давайте развернем его вот так, чтобы он был у нас сзади. Это будет передняя часть, это будет задняя часть. Итак, что я делаю? Длинновато даже, знаете, я еще обрежу. Еще можно 2 см срезать. Слишком длинное. Все не мешалось. Примеряю. Вот, теперь смотрите, видите, сколько места можно будет цветы вставлять. Теперь, смотрите, у нас этот носик должен не прямой быть, не вот так, а немножко с наклоном сюда. Эта часть попрямее, эта часть с наклоном. Значит, я промазываю сейчас так, шов сбоку, промазываю хорошо-хорошо клеем, но чтобы клей не выступал еще раз, да, за края промазываю где-то 3 миллиметра от края, чтобы клей не выступал. Хорошо проливаю, хорошо прям проливаю. Вот так. Теперь, где мой шов? Шов сбоку. Так, вставляем аккуратно, вот так, наклоняем, шов от этого конуса сзади остался, и хорошенько там прижимаем. Не обожгитесь, видите, я уже там задела внутри клей. Не обожгитесь, приклеивай. Теперь, когда конус хорошо приклеился, мы рисуем носик. Значит, здесь у нас самая высокая будет часть носика. Здесь я закруглю. Так, сначала наброски делаем, закругляем и постепенно уходим вот сюда, вот так вот. Здесь рисуем по прямой и опять где наш носик? уходим туда вниз. Можно нарисовать карандашом, если ошибетесь, всегда можно стереть и поправить. Так, вот. что-то вырисовывается. Так, и здесь. Ну, все. Теперь я это все вырезаю. Как вам удобно. Хотите ножницами, хотите, поработайте ножом. В общем, как вам удобно. Хотите вот так частями и потом можно легко срезать. Как вам нравится. Я решила обрезать это маленькими ножницами. они так и называются хобби ножницы. Покупала их в тему. Очень хорошие, нравятся мне. И потихонечку так вырезаем закругление здесь. Так, лишнее убираем. край можно подровнять наждачной бумагой. У меня мелкая бумага. И затираем. Теперь приклеиваем палочки. Начинаю с этого шва. Но я отступаю здесь от шва где-то сантиметр. Потому что мне нужно вставить потом будет вот эту ручку. Или же давайте сразу приклеим тогда мы будем знать откуда приклеивать. Итак, промазываю вот здесь нет, я промазываю ручку на вот эту ширину. Так, лицевой стороной приклеиваем к нашему о, видите, все расклеилось к нашему будущему как его назвать молочнику кувшину вот вспомнила. Так, катается промазываю эту ширину прижимаю где вот шов по центру чтоб он остался хорошенько прижимаю с обеих сторон эту ручку чтоб она хорошо приклеилась подождем затем загибаю как вам показать вот смотрите загибаю и вставляю туда вовнутрь в крышечку то есть я здесь наливаю так вовнутрь вот смотрите что было видно там у меня щель если нет щели то промажьте ручку если есть щель можете вот так пролить как я и ставить туда ручку также подержать придать форму нашей ручки получается вот так и подержим да чтоб все приклеилось если хотите чтоб крепче держалась можно промазать вот здесь немножко сантиметр полтора и тоже прижать ее тоже получается красивая ручка ручку чтоб она не была углами немножко мы ее поправляем так ждем пока высохнет и теперь приклеиваем палочки палочки я приклеиваю сбоку этой ручки с левого боку и справа вплотную к ручке в общем как можно ближе палочки бывают неровные изогнутые лучше вот вогнутой стороной приклеивать к нашему опять забыла как зовут сливочнику так промазываем не сильно много чтоб клей не выступил я стараюсь промазывать посерединке так и теперь вставляю туда возле ручки не забываем что сверху у нас идет сужение то есть мы должны смотреть чтоб ровно палочки находились как мы на них смотрим ровно не искажались не делали наклон вот я приклеила вторую палочку то есть не клонились ни вправо ни влево но здесь всегда надо будет уже делать вот если смотрите мы отступаем например где-то сантиметр полтора как вам нравится сколько хотите столько отступайте и здесь немножко уже чем здесь но зато палочка должна стоять ровно и так приклеиваем значит сантиметр полтора два можете три отступить в общем как вам нравится я обклею всю мою вазу и вернусь к вам и еще смотрите я иду в одну сторону это будет у меня лицевая сторона потом если будут расхождение где-то то можно сзади сделать коррекцию и может шире чуть или уже сделать расстояние впоследствии так что иду в одну сторону вот смотрите я про это теперь я примеряю чтобы здесь разделить это расстояние на ровные части можно даже отметить линии или на глаз приклеить и получается оно незаметненько как бы да тут расстояние как будто все одинаковые теперь я начинаю красить добавляю сюда треть белой краски чтоб краска у меня посветлела перемешиваю и крашу красить буду в два слоя все 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 проходя кисточкой везде все видные места все щели хорошенько промазываем здесь между палочками затираем потом высушивать буду феном и снова красить второй раз здесь тоже стараемся вот так попасть но так чтобы не было потеков чтобы краска у нас не лилась ручьями и так покрашу посушу и вернусь к вам первый раз как выглядит после одного раза прокраски если вы сушите сушите прохладным воздухом чтобы швы не расклеились и так я прокрашиваю внутри и еще раз второй раз прохожусь снаружи вот опять начинаю все это отсюда и прокрашиваю можно кувшин оставить в таком состоянии он уже красивый такой нарядный ставить цветочки вовнутрь я хочу еще его немножечко составить как вы видите вот любой цвет картона может закраситься очень хорошо акриловой краской и получается вот так так теперь смотрите я беру серую краску другую кисть большую и на картоне вот так отбиваю сухую большую кисть и немножечко прохожусь здесь вот этой серой краской по палочкам потом вот здесь снизу вот таким вот образом так по ручке по верхней части здесь немножко и оттеняю все это здесь можно добавить немножко состариваем можете не состаривать я уже сказала что в принципе можно покрасить в любой цвет и на этом закончить и кувшинчик у нас будет уже готов так здесь побольше можно сделать потемней если вам нравится потемней но я слегка припыляю чтобы не навести темноту можно уже между рядами слегка сухой кистью пройтись и здесь такая да так состарить немножечко так посмотрите что у меня получилось теперь я могу посушить это все но внутри можно тоже пройти слегка и кувшинчик готов чтобы не было